Вы представляете общественную украинскую организацию. Скажите, как живется в Крыму сейчас украинским организациям? Ну, смотрите, у нас сегодня в Крыму создана проправительственная национально-культурная автономия, которую уже все видели в интернете. Проправительственная какая? Украинская национальная автономия. Украинская, да. То есть у нас, как есть правильные крымские татары в Крыму, теперь у нас есть правильные украинцы в Крыму, которые благодарили на встречу с президентом России господином Путиным за то, что Крым присоединили к России. Ну, это абсурдно. То же самое, что индейцы благодарили бы англичан за вирусы, которые они им привезли. Сегодня весь украинский культурный центр находится в стадии такой оппозиционной национальной движения, что, конечно, не может полноценно раскрывать всю культурную деятельность нашего центра. Мы встречаем всяческое сопротивление со стороны администрации города, в первую очередь. До сих пор не решен вопрос с нашим юридическим статусом. Мы подали документы, но на наш запрос мы не получили никакого ответа. То есть нас не зарегистрировали и нам не отказали в регистрации. То есть мы до сих пор находимся в подвешенном ситуации. И это уже длится достаточно долгое время. Скажите, а вы подали как граждане Российской Федерации? Конечно. То есть вы уже гражданин Российской Федерации. Правильно я понимаю? Находясь в крыльпе, имея гражданство Российской Федерации, достаточно сложно. 90 дней, да? И все. И до свидания, надо выезжать. Леонид, спасибо большое за мысли. Да, да. Тут элементарно в больницу, увы, без гражданства очень сложно обратиться.